Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Надежда в своем репертуаре не устает нас удивлять. Сегодня она показала чудесную рыбу. У нас эта рыба называется скумбрия. Для них она самая дешевая, а я удивлена. У нас она, в общем-то, в числе дорогих. Копченая соленая около 400 рублей. Свежую можно купить немного дешевле. Иногда, когда повезет, за 150 рублей. Ну, типа в магнитах или пятерках. Конечно же, мороженую. Я очень даже ей завидую, что она может кушать такую хорошую рыбу. Да, приготовила она ее вполне нормально. Ну, как бы ничего особенного, ну и нормально, хорошо приготовила. Я, в общем-то, довольна ее рыбой. Но! Три рыбки и четыре человека. Я думала, что они ее все-таки как-то поделят. Но оказалось, что целая рыбка для мальчика. Ага же почему-то рыбкой кушать не стала. Ну, видимо, не любит. Правда, Надежда нам ничего об этом не сказала. Ну, да ладно. Но самое-то интересное. Да, очень странно то, что три рыбки и четыре человека. А потом оказалось, что Агаша рыбку не будет. Видимо, целая рыбка для одного человека получается. Ну, мы так, например, не едим. Я, например, могу съесть, ну, наверное, треть такой рыбки. Конечно, это хорошо. Это даже выбивается из правил Надежды. Она прям хорошо накормила детей. Это очень удивительно. Но Макс здесь вообще не прозвучал. То есть она готовит только на детей и на себя. Значит, Макс так и не легализовался. Он так и живет где-то отдельно. И не обедает у нее, и не ест у нее. И она на него не рассчитывает и не готовит. То есть живут они так же, как и жили. Ничего там такого нет. Нет Макса, нет папы. Хотя... Хотя в предыдущем видео Агаша нарисовала папу. Папу, надо же, а! Но почему-то папа похож на смайлик. А девочке-то шесть лет. Ничего вам это не говорит? Ребенок недоразвит. Как может ребенок рисовать смайлики в шесть лет? У меня племянница уже читает, рисует, участвует в конкурсах и побеждает. А двухлетний племянник тоже рисует ножки, ручки, глазки. Как может ребенок в шесть лет так рисовать? Кто это? Папа. Кто это папа? Ого! Смайлик папа. Еще одна история в репертуаре Надежды – это то, что она обнаружила сливу. Но потом оказалось две, видимо. Одну она по-братски разделила на трех детей. А одну она с такой жадностью съела. Просто ужас! Я думала, она съест себе руку. Да, я очень рада, что у нее появились сливы. Я очень этому рада. Но она эту сливу съела грязными руками. Потом она это заметила. Потом она это заметила и в восторге от вкуса сливы сказала, что ей в комментариях пишут – больше грязи, толще морда. Надежда, к тебе это не относится. Твоя морда не переносит больше грязи. Ей и так много. И она почему-то толще не становится. Потому что, видимо, вместо рыбы ты ешь все-таки сливы. Ну, я, конечно, думала, что она пойдет и разделит все по-братски, по половинке. Но нет. Она чисто попробовать дала детям. И все. Мы опять видим Мишу, который уже несколько недель ходит обросший. Даже я снимала уже видео по этому поводу, что Миша оброс, ну, просто уже некуда. Но мать не реагирует. Также Миша ходит в каких-то растянутых штанах не по возрасту или до такой степени низкого качества трикота, что ребенок, ну, прям как клоун, как пугало. Но Надежде все равно. Зачем? Они же никуда не ходят. Они же на домашнем обучении, которое не дает никаких результатов. И еще один удивительный момент. Надя опять купила себе такое же платье, как уже есть. И она сказала, что она еще закажет парочку. Скажите, это дурдом? Или я ошибаюсь? Это дурдом, или я ошибаюсь? Как так можно? Я согласна, если платье одной модели, но разных расцветок. Ну, почему нет, если нравится такая модель? Ну, чтобы платье одной расцветки. А может быть, она их просто рвет? Может быть, она просто из них тряпки делает? Ну, а потом, как бы, чтобы люди не задавали лишних вопросов, у тебя же было новое платье, она одевает другое, и типа ничего не произошло. Это какое-то отклонение от нормы. В норме такое быть не может. Мы же все люди. Сдвиг по фазе. И это точно. Еще один момент, который меня просто возмутил. Надя в прошлом видео была на своем участке, на котором картошка. Вы все, я думаю, это видели и были возмущены. Надя бросила картошку. На гастрадальную картошку, которую она хотела вывезти. Семена. Она ее не стала выкапывать. Я, на самом деле, от этого в глубоком шоке. Там выкопать, ну, может быть, часа два. А может быть, и час хватило бы. Но она этого не сделала. Вопрос, почему? Что это такое? Очень даже странно. Надежда прикинулась больной. У меня до сих пор болит пальчик и некому копать. В кавычках. Как это некому? А два взрослых сына. А Макс. Да и сама бы могла копнуть. Ну, что там? Пальчик болит. Это же не нога. Это же не голова. Завяжи и лежи. Это же не жопа. Ой, ну это, конечно, вообще. Меня, говорит, это уже не устраивает. Я хочу, говорит, по-большому. Ребят, по-большому. Вот это правильное объяснение. Надя только по-большому и хочет. Туалет по-большому. Участок по-большому. Россия по-большому. По-большому. Не-не, не по-маленькому. Маленький участок ей уже не катит. Моему возмущению по поводу картошки прям не было предела. И я, знаете, подумала, а может быть пальчик-то и не болит. Мы же английский-то не понимаем. Ну, может, он у нее давно такой формы. Ну, бывает же немного изменения формы ног. Ну, с возрастом. И поэтому ей никто не сделал рентген. И поэтому ей дали какой-то пластырь. Она хотела нас всех нагреть, развести на дурдом опять. Типа, вот смотрите, у меня болит пальчик. Я его действительно ушибла, сломала. Или что она там с ним сделала. Но ей ничего не удалось. Не удалось обмануть медицину. Видимо, доктор пощупал, понял, что там ничего страшного. Или вообще никакого ушиба не было. Или был, ну, такой мизерный, что Надежда решила сделать из этого шоу и потом отмазаться, чтобы не копать картошку именно болезнью пальчика, которого на самом деле и нету. Ну, потому что по-другому как объяснить? Ну, как? То дети ей помогали садить картошку, в общем-то, что-то дергать там помогали. А тут вот напрочь. Нет, и все. Не будем копать картошку полсотки. Копать картошку полсотки. Это, я не знаю, это грядочка маленькая. Там что копать-то? Поверили в сломанный пальчик. Поверили в Макса, который, типа, легализовался. Но на самом деле так его и нет на горизонте. Потому что я не понимаю, как три мужика, в общем-то, три мужика не могли выкопать картошку, если Надя там в кавычках сломала пальчик. На самом деле наврала. Ну, ну как так, дорогие мои друзья? Вот я смотрю на эту ситуацию с картошкой и в очередной раз убеждаюсь, что Надежда просто сделала идиотами своих зрителей. Вот и все. Ну, в общем-то, больше ничего интересного. Походы по магазинам, ну и что? У нас тоже все то же самое. Цены, ну да, высоковаты, но для их зарплаты это нормально. Единственное, что мне не понравилось, это опять отмазки. Ой, у нас эти кассы, кассы, эти кассы самообслуживания, в России таких мало. В России таких мало, конечно, потому что люди не любят ими пользоваться. Мы и так устаем на работе, мы и так впахиваем, что мы пришли в магазине, хоть в очереди постояли и отдохнули. Нам хочется, чтобы нас обслужили. И возможно, возможно, типа Ашан когда-то, да, избавится от работников. Но сейчас у нас там есть пара, наверное, таких касс самообслуживания, и ими особо никто не пользуется. Вот и все. Спрос рождает предложение. Но в чем Надежда права? В том, что такие кассы отбирают рабочие места. Я в этом с ней согласна. Ну, хоть что-то Надежда сказала так, как есть на самом деле. Ну, хоть в чем-то я согласна с Надеждой. Ой, Надежда, Надежда. Чудо в перьях. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.